С момента выхода последнего дайджеста прошло каких-то полтора месяца, но они были, на самом деле, весьма насыщены на яркие новинки. И не мудрено, осень всегда очень релизная пора, оттого было так сложно отобрать топовых претендентов на попадание в этот дайджест. Но я справился и отобрал наиболее интересные новинки последнего времени, и потому здесь не будет вообще проходной музыки, и будут лишь сплошь топовые альбомы. Prog Metal, новошкольный хардкор панк, пост-всё и даже неофолк. Об этом сегодня и поговорим. Всем привет! Вы на канале DotMouse, и я Вадик Матвеев. Погнали! Начну с самой несвежей новинки, но тем не менее, всё равно лично для меня очень важный. Альбом, который вышел ещё в августе и, по идее, должен был войти в прошлый дайджест, но в августе я его проморгал каким-то образом и узнал про него уже только в сентябре. Альбом Colors 2 от Between the Bird and Me. Сейчас будет немного ностальгии и истории моей юности, так что если вам это нахер не упало, мотайте сразу вот сюда. Я люблю Between the Bird and Me уже очень давно, лет 15 точно. Впервые про них узнал, наверное, году в 2005-2006. В то время потихоньку набирал обороты как раз дедкор. Всякие Black Dahlia Murder, Job for a Cowboy, Despised Icon и прочие All Shall Perish'и захватывали молодые умы. Своё знакомство с Between the Bird and Me я начал с их второго альбома The Silent Circus. В то время уже вышел, я знаю, их культовая Аляска, но мне почему-то на глаза попался именно The Silent Circus. И вот на Get Albums или Funky Souls, уже не помню, откуда я скачивал свой первый альбом, но помню, что тогда там стоял тег Progressive Deadcore, и меня это заинтриговало. Потому как простой дедкор я не вкуривал. Хоть и вся прогрессивная молодёжь начинала уже потихоньку ссаться кипятком с этого жанра, я же очень холодно встречал дедкор. И до сих пор, кстати, так и не смог распробовать дедкор. На мой вкус жанр сильно переоценён, и я рад, что хайп вокруг него утих. Так и вот, тут тег Progressive Deadcore. Тогда это было в новинку, и я скачал, я послушал, и я кайфанул. Это мне было по вкусу. Не прям восторг, но это была та форма дедкора, которая мне более-менее понравилась. Жил я себе спокойно с The Silent Circus какое-то время. Время от времени его слушал, но он не был настолько уж прям прекрасен, чтобы стимулировать меня ознакомиться с остальным творчеством группы. Ну, дедкор всё-таки. И то в 2007 году выходит их новый альбом Colors, и вот он меня вообще разорвал. После него я очень долгое время относил Between the Buried and Me в число топ-10 любимых своих групп вообще. Я был в восторге от альбома. Никакого дедкора уже не было, разумеется. Это был красивый, яркий, очень разносторонний прог-метал новой школы. Да, там были различные брейкдауны время от времени, да и вокал, он не Dream Theater, разумеется. Но в целом для меня это был и есть просто хороший современный прог-метал, который не стеснялся захаживать в гости, в том числе и каким-то около-хардкор течением. После Colors я, разумеется, заслушал всё творчество группы. Выяснил для себя, что Colors был не первый такой альбом. Тектонические изменения произошли уже на предыдущем альбоме Аляска. Но для меня Colors так и остался вершиной всё равно. И с тех самых пор я отношу его к одному из тех альбомов, который невероятно сильно повлиял на меня и на то, как я отношусь к музыке. Чего в ней ищу, чего жду и всё прочее. Однако все последующие альбомы лично для меня даже близко не приближались к Colors. Даже многими обласканный Комоэклиптик я не смог, признаться, оценить. На каждом новом альбоме мне казалось, что группа переигрывает свои же идеи, просто вознося их в абсолют и добавляя всё больше и больше той самой вычурной проговости, какой-то надуманности, которая напрочь убивала всё остальное. Не скажу, что последующие альбомы были плохие, нет. Двуглавные альбомы Automata я даже в некотором смысле оценил больше обычного. Но сердечко и от него всё-таки не ёкало. И по итогу со временем группа для меня погасла, и я уже перестал ждать от них чего-то, что мне искренне понравится. И вот выходит вторая часть Colors. И как же это охуенно! Если для того, чтобы снова начать писать крутые, запоминающиеся песни, но не вымученные умнейшими заворотами, группе нужно было лишь назвать альбом Colors... Чего же они столько времени ждали? Крутейшая новинка! Between the Birds and Me вернулись лично для меня. Я не знаю, в чём его секрет, но новинку снова интересно слушать. И не в смысле, что интересно, потому что охота узнать, что же там опять чуваки напридумывали и накрутили эдакого. А потому что здесь просто есть хорошие песни. Да, по-прежнему закрученные, длинные, сложные, проговые все из себя, но, тем не менее, здесь снова есть цепляющиеся куски, запоминающиеся мелодии, хуковые вокальные партии и всё, что превращает Дрочева в песню. Вторая часть, разумеется, богата на разнообразные аранжировки. И если сравнивать с первой частью, то видно, что музыканты сильно выросли с 2007 года. Первая часть во многом беднее и проще новинки. Как по материалу, так тем более и по звуку. Colors 2 – это продолжение всего того пути и всей той композиторской зрелости, которую парни, разумеется, за 20 лет обрели. Но вместе с этим они смогли и вернуть то самое эфемерное, что было на первой части. Почему она так запала многим фанатам группы. Какие-то гармонии, настроения и ходы, которые снова заставили меня полюбить эту группу, как раньше. А некоторые приёмчики были настолько знакомыми, что было даже ощущение фансервиса. Что по итогу? Альбом охеренный. Лучше ли он первой части? Объективно, как будто бы да. Объективно, это как будто бы вообще лучший альбом группы. Субъективно же, первая часть, конечно же, навсегда попала мне в сердечко и там и останется. Главным, а может и единственным минусом альбома отмечу его затянутость. Почти час двадцать это очень много в эпоху ТикТока. Дослушать его целиком за раз очень сложно. И у меня получилось всего раза три. Я считаю, что новинку можно было смело поделить на две части и ничего не потерять. А может дописать ещё один какой-нибудь интралидийный трючок для красивого числа и подробить смело на две части. Было бы красиво. Colors, Colors 2 и Colors Free. В остальном же альбом Пушка. Все фанаты наверняка уже послушали, а тем, кто не знаком с группой, могу смело рекомендовать. Хороший, нескучный, очень зрелый и при этом ненадуманный, агрессивный прог-метал. Девять верните мне мой 2007-й из десяти. Второй альбом, про который хочется рассказать, новинка Hey What от группы Low. Я не буду строить из себя специалиста во всех сортах музыки и делать вид, что я знаток творчества группы Low. Новинка Hey What это первая работа, которую я у них услышал. Да и саму группу до этого не знал, признаться. Про Slowcore слышал, но никогда им не интересовался. Однако впоследствии я пробежался бегло и по некоторым остальным релизам группы. И если среди вас есть те, как и я, которые нихера не знали про этот их Slowcore, то вот знайте, что новинка вам его тоже не откроет. Slowcore на нем нет. Low играли Slowcore в девяностые, а сейчас играют нечто иное совершенно. В каком-то из пабликов я увидел обозначение новинки как пост-всё. И, знаете, это очень хорошо описывает этот альбом. Это натурально, пост-всё. Я бы даже назвал это пост-музыкой. Музыка новинки хоть и продолжает направление предыдущего Double Negative, но делает это как-то добрее, нежнее и даже чутка позитивнее. Но, несмотря на это, музыка всё равно очень напряжённая, очень минималистичная, но ни разу не простая. Её не получается назвать многослойной, но при этом она полна кучи разных мелких нюансов, деталей, каких-то звуковых хитростей, которые в сумме заполняют собой всё пространство в округе, словно какой-то плотнейший технодет. Если попытаться как-то точнее охарактеризовать музыку альбома, то можно попробовать использовать такие теги, как постиндастриал, ноиспоп, экспериментальный пост-рок. Но это вряд ли поможет вам сформировать картину, которую нам пишут музыканты. На деле это просто очень красивая, очень живая, светлая, хоть и холодная и местами даже довольно туманная музыка, которая оставляет очень приятные эмоции после себя. Минимум всего. Едва уловимая гитарка, щепотка перкуссий и множество, множество каких-то гитарных эффектов, пространственных синтов, каких-то пэдиков и чёрт знает чего ещё. Ну и очень воздушный, немного неземной вокал. Я небольшой специалист подобной музыки, поэтому аналогии мне сложно подобрать. Но в некоторых кусках всплывали отголосками позднее творчество Сигу Рос, которые тоже с уходом Киарис Венсона заиграли мне что-то более индустриальное, какое-то холодное музло. Только у них я это не отмечу как заслугу, а вот Лоу отлично справились с подобным мы выдали потрясающий альбом, которому я тоже поставлю. 9 прекрасных, но холодных снежинок из 10. Кстати, друзья, обо всех сегодняшних альбомах и не только я уже коротенечко писал в своём Телеграм-канале. Подписывайтесь на него, чтобы не пропускать интересные новинки. Ссылка по QR-коду и в описании. Ну и здесь, на Ютубе, не забудьте подписаться и лайк поставить этому видео. Всё это очень здорово, поможет каналу. Спасибо. Третья новинка сегодня самый свежа, который вышел вот буквально недавно. Седьмой полноформат датского new folk проекта Off the Wind and the Moon. Альбом под названием Your Love Can't Hold This Wrath of Sorrow. Почти уверен, не многие из вас знают, кто такие Off the Wind and the Moon. Так что вот вам краткая справка. Проект был основан Ким Ларсоном, некогда гитаристом Dead Doom группы Saturnus. Однако оттуда он ушел довольно быстро ради того, чтобы играть то, что он всегда и хотел. Дарковый неофолк, вдохновленный Death and June, Current 93 и другими различными фолк-формациями. Так, в 99-м году у него выходит дебютник Nighttime Night Rhyme, который очаровал немногочисленных ценителей неофолка в свое время. Меня он очаровал попозже, разумеется, так как в 99-м году мне было 8 лет, так что я до него добрался только в 2008-м или 2009-м году. Но так или иначе, минималистичный акустический саунд и чарующий, словно шаманский шепот, вгонял слушателя в невероятное мистическое состояние. Примерно такой и была музыка Кима и на последующих альбомах Emptiness, 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 Lucifer и Sonny Heim. Музыка со временем усложнялась, добавлялось большее количество инструментов и различных аранжировок, но в целом рецепт был схож. Акустика, шепот, минимальные перкуссии, периодически приглашенный аккордеон, какие-нибудь клавиши или кто-нибудь еще. И вот в 2011 году, спустя 5 лет после Sonny Heim выходит легендарный The Lone Descent. Альбом, который очень сильно возьмет группу, так что про нее узнали и люди далекие от неофолктусы. Альбом, который стал сильно богаче всего предыдущего творчества Кима. Вокал стал сильно разнообразнее, теперь это реже шепот, а чаще простое, но все-таки пение. Множество новых аранжировок, да и сам звук стал куда плотнее, насыщеннее и ярче. И вот в 2021 году, спустя 10 лет после Lone Descent, долгожданная новинка Your Love Can't Hold This Rave Of Sorrow. Формально между ними был еще один альбом в 2019 году, но то был альбом редких неизданных вещиц из раннего. А вот полноценный новый материал вышел только сейчас. Новый альбом хороший, он продолжил звучание The Lone Descent, но не превзошел его, к сожалению. Это хорошая пластинка, в некотором смысле даже еще более разнообразная. Тут есть и духовые, и струнные, кое-где даже проступила электрогитара, и есть даже одна немного выбивающаяся, очень жесткая, индустриальная, нойзовая вещица, и есть наоборот очень красивая барочная интерлюди. Все это хорошо заполняет пространство, но вот хитов уровня Sunspot тут не оказалось. Чего таким не дожал. Мне альбом понравился, безусловно. Я в целом очень неравнодушен к творчеству в Думан Тендемун, и новинку тоже с большим удовольствием прогнал несколько раз уже. Но я также понимаю, что, увы, этот альбом не будет так блистать, как предыдущий. Фанаты послушают, преданным понравится, а в целом альбом пройдет мимо. Жаль. 8 лютиков из 10. Ну и последний обзор на сегодня. Пластинка, про которую, я уверен, вы все уже слышали. Альбом, про который уже все, кому не лень, рассказали, как кажется. А я вот из-за последней части истории панк-рока слоу почу. Альбом Glow On от хардкорщиков из Балтимора Turnstyle. С группой меня познакомил один мой кореш незадолго до выхода альбома. Познакомил меня с ними через 4-х песен EP Turnstyle Love Connection, который гремел все лето. Я про саму группу слышал, но как-то не было желания знакомиться, так как снобствовал и думал, что опять юные хардкор-киды все те же идеи в крюпе игрывают. Но тут кореш настоял, я такой ну вот, послушал и охуел. Это был нереально крутой замес из действительно старошкольного хардкор-панка со всем современным, что вокруг витает. Притом не как нечто новое, что хочется назвать новым жанром, а именно, что крутой хардкор-панк с современным вайбом. Где-то это какая-то электроника, где-то какой-то налет современного хип-хопа, где-то флер, что-то еще. Важно, что это все не мешает оставаться ему на 100% трушным хардкор-панком, но при этом безумно свежим и запоминающимся. И вот в сентябре выходит полноформат, который раскрыл и дополнил все то, что было на EP. Я настолько проникся, что даже сразу заказал себе винил. Вот он какой красивый, розовенький, вот видите, красивый розовенький. А сам пласт беленький, беленький, смотрите, какой беленький. Альбом показался мне выше всяких похвал. Последний раз я такой восторг казалось бы, испытывал от The Art, про которых рассказывал в первом дайджесте новинок, и которые тоже меня воодушевили чем-то новым и подарили надежду, что тяжелая музыка еще умеет удивлять. На альбоме Glow on есть крутые панковые соляги, есть и чистый вокал, и экстремальный, но, к слову, очень не тяжелый. Каждому инструменту на альбоме дают высказаться, где-то явно в лидерах ударка, где-то вокал, где-то гитара, где-то даже бас. В паре песен есть фит с другими крутанами Бладоранч, которые тоже всячески пытаются вытащить тяжеляк из болота. В итоге песни льются одна за одной словно карамель. Тебе вообще не нужен передых от них, и ты жадно поглощаешь этот альбом. Но отсюда и вытекает главный минус альбома, который не видно было сразу. Возможно, это не минус, а так скорее доеба, но тем не менее. Альбом, к сожалению, недолговечный. Ты словно каким-то очень сладким мармеладом набиваешься очень быстро, но по прошествию времени понимаешь, что больше особо и не хочешь. Я за поем его слушал первые пару недель, но достаточно быстро к нему охладил и больше особо не тянулся. Окей, если аналогия с мармеладом вам не по нраву, вот вам другая гастрономическая метафора. Новинка от Тернстайл словно молодое вино. Очень яркое, очень насыщенное, но без второго дна, без глубины, без послевкусия, которое остается с тобой надолго. И это не потому, что оно плохое, а просто потому, что ему нужно время, чтобы насытиться, дополнительными оттенками и нюансами. И вот у Тернстайл потенциал для этого всего вроде есть, но чисто субъективно мне альбом быстро надоел. Даже так, он не надоел, я все еще его могу послушать с большим удовольствием, но просто он как будто перестал меня удивлять. Он очень сильно удивил меня в самом начале, а потом, когда первое впечатление спало, второго, более глубокого синка не случилось. Как, например, было с теми же The Armed, который я все еще периодически вспоминаю и с большим интересом переслушиваю. Как бы то ни было, альбом безусловно интересный и крайне хороший. Тут прекрасный продакшн, охеренный хитрайтинг, прям вот реально хук на хуке. Так что, если мало ли вы были в танке последний месяц, смело слушайте. Альбом хороший, ребята еще немного наберутся опыта, и я надеюсь, в следующий раз выдают что-то еще круче и более глубокое. Тем не менее, за свежий ветер в поле хардкора однозначные 9 няшных Генри Роллинз из 10. Вот такие новинки я бы хотел особенно выделить за последнее время. Помимо них были еще и другие, разумеется, про которые я здесь не успел рассказать, но про которые я писал в своем телеграм-канале. Так что, подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Так, например, отмечу, что Мона выпустили хорошую пластинку, но там Мона и Мона, все на месте, все супер атмосферно и красиво. Австралийские панки Эмил Энди Сниферс издали хороший современный гаражный панк-рок. Яркий, хитовый и, как сейчас и положено, немного мерзкий. Очень рекомендую. Аборт опять же выпустили Давьё. Там тоже без сильных изменений. Бельгийцы молодцы. Лепрос выдали очередную порцию. Если бы Мью сыграли прок, то Аш Кампани вернулись под новым именем Фри Аш Кампани. Фул оф Хэл опять же выдали порцию нового свежего разносилова. Ну и старички Ес выпустили свой 22 альбом. На этом всё. Если понравилось видео, поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, а если ещё не видели, посмотрите мою последнюю часть истории панк-рока про десятые года. Также напоминаю, что дополнительно поддержать канал вы всегда можете простым переводом любой суммы по простой ссылке в описании ролика. Там же будут ссылки на все сегодняшние альбомы. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.